26 ноября 2024 год. Не собирался делать сегодня видеозаписи, но курс рубля к доллару просто вынудил меня. Нельзя такими радостями маленькими не делиться, не подбадривать своих сограждан, своих соотечественников. Дошел сегодня до 100, ну почти 107, 106.65 на максимум был к доллару. Я глазам не поверил, то есть просто за хрень. И рубль белая, чего приятно. Вот где уже буквально воплощение по договорке. Это значимо, ребята. Это значимо украинцы. Это важнее даже не то, что там какой номинальный курс, там 100 тысяч динамика. То есть у нас в этом году был курс рубля к доллару 82 к 40. Это за доллар. Это 17 процентов получается, да? Ну под 20 процентов практически разница. Ну что это такое? Это мешает, почему это существо? Инфляция, колебания, туда-сюда прыжки. То есть вы поймите, что это там заказывается где-то на танковом заводе какое-то количество металла, оно оказывается потом по совершенно другой цене, его приходится отдавать за этот металл. То есть курс там покупается за рубежом какие-то запчасти под этот танк. Потом выясняется, что они стоят там в несколько раз дороже, чем она изначально заказывалась. Это существенно, это важно и это выбивает кислород. Это сбивает нашему противнику дыхание в этой войне, в этой битве против Украины, против украинцев. Это существенно. Будем этому радоваться. Поэтому и разговоры о том, что вклады замораживает, начинается. И о том, что учетная ставка сейчас 21. Чтобы было понятно, в Украине 13 процентов учетная ставка. В России сейчас 21. И я вас уверяю, в декабре Набиулина поднимет ее там, наверное, 23. А может, и того выше при такой-то динамике, при таком поведении рубля. Все больше, опять же, ввели санкции против этого Газбанка. Это же такое UnionPay-карточки перекрыли вплоть до Китая и в Венгрии, между прочим. В Венгрии уходит до 1 января с председательства Еврокомиссии, как это называется, в Евросовете. То есть, становится, наверное, местная Польша, которая уже готовит пакет санкций против Российской Федерации. Вообще, в следующем году, я об этом еще не говорил, в следующем году просто занимают и в НАТО, и в ЕС. Такие посты занимают люди важные, которые абсолютно проукраинские и антироссийские. То есть, это тоже будут важные и значимые нам в помощь. В общем, обращайте внимание на такие мелочи. Оно сильно поднимет настроение, потому что, как бы, ну, надо смотреть и на то, что замечать, где у противника провал. И в те точки бить, да, где-то мы по сломанным ребрам, по... В общем, ребятки, все хорошо. Сейчас там до конца года еще в 16-е к нам заходят миражи, ждем в следующем, первом квартале следующего года. Пофигу всем оказался этот орешник, да, правда? То есть, вы видите, как лупят наши С-400, уничтожили после этого, там несколько командировок этих российских, плюс Алмаз-Антей там работников перекрошило. В общем, ребят, сейчас, оказывается, Британия нам дала Стормшедо, или, как Путин назвал, Стормшедо, англичанин хренов. Хотя он не немец такой же хренов. Не поймайте, если буду Украина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!